Алексей, 43 года. После несчастного случая почувствовал себе дар целителя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей с трудом сдерживал раздражение. Как его угораздило попасть на вызов в такую квартиру? Он и прежде недолюбливал людей, но эта семейка приводила мужчину в бешенство. Особенно маленькая девочка, прицепившаяся к нему, как пиявка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этой минуты Алексей ждал весь день. Покой, тишина. Наконец-то он один. Худшего нельзя было себе представить. Опять соседка Мария с очередной аварией. Он мог отказать, но лишняя копейка не помешает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей очень устал. Все мысли были о бутылке холодного пива, оставшейся на столе. А тут это Мария со своими фокусами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За то, что он остался жив, Алексей мог благодарить только чудо и Господа. Он быстро шел на поправку. И уже через две недели практически выздоровел. В палату зашел новый доктор, представился Роман Викторович. Познакомился с Алексеем и начал расспрашивать о его самочувствии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда врач отвернулся, собираясь уходить, что-то привлекло внимание Алексея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А Алексей не мог объяснить, что случилось. Словно не он, а кто-то другой рассказывал врачу о его проблемах с почками. Доктор раздраженно отрезал. Пусть не путает, кто врач, а кто пациент. Ответить было нечего. Алексей не мог понять, как мог отважиться на такую дурацкую выходку. Что же он видел? Вечером Роман Викторович вызвал Алексея к себе. Доктора было трудно узнать. Он был растерян и выглядел подавленным. Роман Викторович рассказал, что решил проверить почки, и диагноз оказался страшным. Раковая опухоль. Что было потом, Алексей почти не помнил. Редактор субтитров А.Семкин Алексей пытался понять, что тогда произошло в кабинете врача, и почему ему самому так плохо. И тут в палату ворвался Роман Викторович. Он сиял от счастья. Говорил, что до сих пор не понимает, как такое могло произойти. Но Алексей вылечил его. Опухоль исчезла. Алексей бродил по парку и думал, неужели благодаря ему исчезла опухоль. Он не верил в подобные вещи и теперь пытался понять, что же произошло. Вдруг внимание мужчины привлек мальчика. Какое-то мгновение Алексей колебался, но все же решился. И снова кто-то другой рассказывал женщине о страшной проблеме с легкими ее ребенка. Она пыталась отбиться от помощи сумасшедшего, но Алексея было не остановить. КОНЕЦ Он не помнил, как в тот день попал домой. Больше суток Алексей провел в полузабытии. А когда боль ушла, он начал вспоминать и сопоставлять. И тогда мужчина понял, что владеет удивительным даром. Диагностировать и лечить самые сложные болезни. Только цена такого лечения была слишком высокой. Расплачивался он собственным здоровьем. Алексей твердо решил игнорировать свой дар. Находясь на улице, в транспорте, в магазине, он видел множество людей с этими страшными пятнами. Ему бывало жутко. Он из последних сил глушил муки совести, повторяя про себя, что жизнь у него одна, и его не хватит на всех. Алексей был на вызове в одной из квартир. Улыбчивая и жизнерадостная девушка, не умолкая, о чем-то щебетала. Это почему-то совсем не раздражало Алексея. Наоборот, от ее улыбки в его сердце становилось тепло и уютно. Может быть, поэтому таким страшным выглядело пятно на шее девушки. Сомнений у Алексея не было. АПЛОДИСМЕНТЫ Несколько дней Алексей снова провел в больнице. Роман Викторович только что получил результаты исследований. Он долго расспрашивал пациента о головной боли, о симптомах, а потом сказал, что у Алексея нашли опухоль в мозге, злокачественную. Она быстро прогрессирует, и его нужно срочно готовить к операции. Алексей не спросил о своих шансах. Накануне операции Алексей прогуливался по коридору. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вдруг по телу пробежал озноб. Он все понял. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алексей знал, что это будет последняя попытка. Чего стоит его ничтожная жизнь? Никого не любил, ничего не сделал, никого не оставит после себя. Но он может подарить жизнь этой крошке, и его сердце уже не будет одиноким. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА